как там германии как-то в жизни как-то изоляциями там дистанционка что там у вас происходит это первое такое ну как говорится как дела да а второе по существу мы сейчас будем о чем говорит и вебинар смотрел и там что тебе заинтересовало да но это второй вопрос давай на первое отвечу но сегодня нам сказала фрау меркель что она встречалась как это бургомистр то есть кто город мэром с мерами городов 11 немецких самых больших городов но и обсуждали ситуацию что вроде в больших городах быстрее вирус размножается на распространяется сейчас типа увеличилось количество инфекций но и вот они там ввели ограничения что вроде после десяти вечера боль больше алкоголь нельзя продавать там вот в городах но в барах на и по ну такие вот ужесточения такие легкие скажем ну вот сегодня самые актуальные новости но экономика падает у вас из-за этого что люди не могут из-за этой изоляции или ограничений там работают экономиков большому счету как вот после локдауна да вроде все так плохо 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 сейчас вроде не все так страшно но вот например отели или бары рестораны гастрономия они конечно страдают сейчас вот опять лишь получают что не могут после десяти продавать народ после десяти идет на празднике но вот эти люди которые допустим ресторане работал человек и теперь он потерял эту возможность его газ поддерживает как-то проруби такой находится ну нет здесь социальная система то работает но в какой мере там сильно насколько их поддерживают то есть есть какие-то там кредиты была одноразовая помощь в начале но есть какие-то вещи делают вот но в принципе не сказать что от этого прям там можно расслабиться то есть но люди там в основном в таком перенапряжении на стрессе каком-то таком ну да да но многие боятся например сильно вот вирус вирус там понятно что это не не шутки но все равно смотришь ты смотришь на то что в интернете полно еще таких объявлений всяких что это раздувается специально какими-то там над мирными системами которые хотят это использовать для чего-то чтобы там изолировать людей друг от друга сделать их больными влябами 5g там 6g там всякие вот эти как ты на это смотришь ну слушай как бы я думаю нужно на ситуацию смотреть так кому это выгодно в конечном итоге то есть это выгодно кому-то действительно так получается если кому-то выгодно не обязательно что этот кто-то прям это там как злодей значит запустил но тем не менее какие-то процессы происходят они же не все неуправляемые то как на в мозге весну вот как ты любишь сравнивать правда там же если не можете нельзя же представить что это просто хаос вот то есть где-то все равно что-то организовано происходит а что из них организовано что нет мы нам никогда не узнаем что правда что нет там это сложно судить то есть разбираться конкретно там понятно 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 но самое главное руки мыть надо это 2 поскольку иммунитет зависит от стресс устойчивости надо ключ знать все таки вас пожалуйста вот и вебинар посмотрела и что там ты увидел интересного и какой вопрос может возникать или наоборот там радость какая-то возникла чем ты хотел поделиться или спросить но я обратил внимание на одну вещь когда ты сказал что это вот ключ умение управлять трансовыми состояниями привел примера что вот человек влюбленный например да не видеть недостатков другого вот такие вещи и что это есть трансовое состояние я подумал что что мы сами в течение дня находимся гораздо чаще в трансе чем мы это себе как ну осознаем вот и ну и потом подумал что действительно получается вот тренируя стрессоустойчивость или вот внутреннюю стабильность ты учишься замечать что ты попал в транс во-первых а во-вторых быть состоянии быстро и легко из него выйти на чтобы опять трезво осудить оценить ситуацию ну и соответственно принять правильное решение но ты имеешь ввиду не только влюбленность я как по ним ну конечно конечно да какие еще можешь привести как пример когда ты размышлял когда о чем-то думаешь постоянно и у тебя вот клин идет то есть и видишь все только как-то с одной стороны когда над какой-то проблемой работаешь какой у тебя настрой ну по-разному бывает правильно от твоих взглядов так далее и какие-то ситуации активируют какие-то картинки у тебя в голове и ты реагируешь попадает быстро в транс потому что эта ситуация которую ты всегда так проживала как автоматизу запускает он ты уже туда попал и даже не замечаешь ну ты имеешь ввиду зациклиться на чем-то там как-то там с кем-то поссорился допустим или кино посмотрел тяжелое и теперь все время об этом только думаешь и никак не можешь спокойствие днем и ночи да все этот раз они трансовое какое но не трансовое состояние туда такое вообще в идеале это конечно такое хорошее настроение все получается значит ну такое творческое состояние ну когда влюбленный тоже крылья растут не получается что это творческое состояние тоже трансовое само по себе что же такое не трансовое но это нейтральное состояние нет хорошо а теперь скажи пожалуйста я в том вебинаре говорил о том что поскольку мы очень часто по моей модели работы мозга то в обычном состоянии находимся то в трансе находимся в обычном состоянии у нас много доминант и мы можем думать то об одном то другом выбирать решение сравнивать анализировать затем на то есть там работает здравый смысл а в трансе мы всегда системе доминантного соподчинения у нас все процессы выстраиваются то есть ну вот например как-то сказать под каким-то впечатлением мы можем выбирать решение вы чтобы выйти из этого опять в обычное состояние то есть короче я там говорил о том что человек должен научиться управляясь своим напряжением тем самым управлять трансы сделать управляемым чтобы он когда хотел входил туда для каких-то целей у нас каких-то задач когда ты не каких-то барьеров а когда не хотел выходил оттуда когда хотел поразмышлять выбрать какие-то решения трезво оценить ситуацию то есть вот чтобы он умел управлять этим трансом я не говорю о том что хорошо быть то носили плохо быть раз я говорила то это зависит от задачи что это ресурс ресурс или раньше еще психологи говорили измененное состояние сознания ресурсное состояние которое можно подключать когда ты хочешь решить вопрос который обычным способом решить не можешь ну значит речь идет о том что многие люди находятся часто в трансе не отмечая себе этого не отдавая себе в этом отчета и таковой становится их в отношении отношения личные прочее они сами не понимают что они это делали не в трезвом уме потом жизнь показывает время проходит жизнь показывает что ты сделал там ошибки был под впечатлением там или кто-то советовал чего-то такое послушался друга зачем я его послушал надо короче говоря люди хочешь не хочешь все равно бывает то в трансе то не в трансе и и поэтому самое верное решение научиться управлять трансовым состоянием когда хочешь будешь когда хочешь выходишь для своих задач и целей вот суть какая поскольку транс не мы же придумали транс существует у человека и ты сам начал с того что человек часто бывает трассе то чтобы сделать свое состояние осознанно но вида вебинар этот чем помог но чем помогут например хочу привести пример схлопнуть 1 ладошки то что ты приводил на как это себе представить по моему ты где-то написал там можно что-то про 5 ладошек но я понял что например можно себе так ты висит представить не можешь как 1 ладошка хлопнуть а если ты чуть-чуть точку взгляда изменит что ты можете представить что можно тремя ладошками одновременно хлопнуть каждый человек один хлопает к своя ладошка и получается что ты лично хлопнул свои 1 ладошка но только благодаря тому что вместе другие хлопали решили это прием такое представь себе что ты хлопнул одной ладошкой или пятью ладошками то есть представь себе нечто необычное использовал это этот прием использовал и что это дало но я себе представил что как можно дышать под водой тоже такого правда казалось как хлопнуть 1 ладошкой а парадокс парадокс под воду и когда стал об этом думать у тебя произошло трансовое состояние потому что когда ты стал изобретать что-то необычное ты вышел из обычного состояния кто безграничное состояние а там можно что-то изобретать и и чтобы после этого получилось я себе представил что вот если круглый такой большой аквариум где вот золотая рыбка да вот я в этом аквариуме но такой он здоровый такое значит теплая вода светло и когда я стоял представлял себе это и вдыхал воздух я чувствовал как воздух ходит на ну когда мы дышим если чуть интенсивнее мы чувствуем как ходит воздух и я себе просто в этот момент представил что это вода ходит не воздуха вода то есть я в полости в воде и это я как глотаю и тут же выходит вода и вот получилось что ну как я стою дышу воздухом но представляет что это вода играми и получается ты представляешь что ты держишь в воде так какой результат это прием придумал прием а какой человек этим добился что после этого изменилось я не я если честно не помню после чем я занимался после этого но я вот на гитаре много играю сейчас это помогает продвинуться научиться легче импровизировать на гитаре то есть находить решить для меня вот этот прием найди решение то есть выйди в состояние где ты можешь запустить вот этот вот это состояние похоже да вот такими приемами то есть можно постоянно даже может брать какой-то элемент твои проблемы какой-то простой там начинать может с этого решения уже даже ну что-то такое если у тебя есть какая-то нерешаемая задача то ты тренируешься этим приемом ты находишь потом как ее решить или что не случаются да это один из подходов решения задач на поисковая активность мозга этим тренируется мы же это знаем от тебя я просто допустим новичок нас смотрит и не понятно поэтому я бы хотел конечно уточнить некоторые вещи чтобы не не зациклился вниманием как ты там воде дышал не дышать там и так далее а именно посмотрел на это как на элемент который помог тебе что-то решить в жизни было как-то льду сам самоупражнение дело же не в упражнении там для чего ты его применил ну например ты там пытался в жизни что-то сделать не мог себе представить как ты это можешь сделать а это упражнение ты сделал и потом ты нашел решение как тебе это представить по существу ты развиваешь воображение у себя получается так ты развиваешься воображение вот помнишь сам вел да ребят который обучал две тысячи слов запоминать сандал да нет не знаю портов гиннеса меня тоже учил за вечер научил там есть и слов и запоминал много говорить слова а это но воображение то есть он говорит следующее слово и говорит свяжи эти два слова между собой необычным фантастическим образом ну но я связываю но например он говорит соль потом говорить там но ведь потом говорит стакан а мне надо описать между собой соль самолет żeby стакан необычным клопок одной ладошкой но необычным образом бываешь шаблона фантастическим способом я там связывал соль рассыпалась стакан опрокинулся самолет взлетел да и вот вот такие цепочки создавались и они запоминаются потом потом можно сказать самолет и ты сразу автомат вспоминаешь соль стакан но вот так учила две тысячи слов он сам запоминал и при этом он учил людей чтобы они могли таким способом научившись лучше осваивать иностранные языки потому что он им обещал память улучшить этим способом а я уговорил сам вел на самом деле ты не память улучшать ты тренируешь их воображение способность легко воображать то есть изобретать и вот эта способность мозга помогает потом легче языке освоить че это помогает любом обучение в тренировке восстановление когда способность воображения очень легкая он мне говорил я говорит про память говорю потому что запроса на память больше но он же был такой стабиль сна он говорил это мой бизнес а потом когда стала потребность на языке он стал говорить иностранным языком обучаясь этим методом этот оказался это универсальный то есть когда человек пытается представить непредставляемое он невольно входит в транс потому что в трансовом состоянии ограничений нет представить то что ты не мог представить а это тренирует и в обычной жизни потом допустим тебе надо на гитаре играть вот ты сможешь там сегодня хорошо сыграть на гитаре потому что будет концерт у тебя сегодня и у тебя образ такой не наверное не смогу и ты никак не можешь представить что ты можешь когда ты тренируешься вот в этом представлении невероятное представлять то ты потом это можешь представить да то есть и мы лишь барьер ты живешь от понятно говорю что это или нет вообще понятно но мне понятно ну скажи пример какой-нибудь вот как пусть и хлопкала одной ладошкой что потом ты сделал какая стенка между тобой и какой-то работы я понял тебя ну вот сейчас последнее время работаю над тем чтобы наверно блок убрать что на гитаре я смогу также играть что-то свое что-то интересное это будет то есть как ты говорил писать шедевры картины но компонировать шедевр вот так если почему нет правда ставь высоко планку и давай или главное интересно что получается интересно двигается вперед и поэтому я так смотрю меня тоже подкрепляется опытом что но это в принципе реально понимаешь у меня нету цели там через год там рок-звездой стать но может быть через пять лет чего нет так но мы будем гордиться иван спасибо что ты поделился опытом для нашей школы это очень важно потому что мы же пытаемся простыми способами объяснять и даже новичку которые не в курсе что такое ключ объяснять чем мы занимаемся понятно да в случае мы говорили о приемы о приеме который помогает разрывать шаблоны давать новое или преодолевать барьеры ты можешь думать что эта задача мне не подсильно а ты тренируешь таким приемами можешь всегда себе найти силы уверенности верно тебе это по силам а с этим чувством уверенности ты решаешь эти вопросы так и есть все классно давай хорошего вечера в германии все в германии это сквы да надо чтобы все люди дружили надо все люди чтобы дружили чтобы было меньше конфликтов мы работаем на это сыграй следующий раз нам на гитаре до встречи будет будет да обязательно спасибо спасибо